В Хакасии сегодня сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии готовят запросы в Республиканский Роспотребнадзор. Ведомство попросит проверить угольный разрез в районе села Оршаново. Еще год назад суд обязал руководству предприятия установить дополнительные системы очистки производственных стоков. Но жители села до сих пор жалуются. Грунтовые воды отравляют пастбище и убивают животных. Тему продолжит Валерия Гафанова. В последнее время от подсобных хозяйств у жителей села Оршаново одни убытки. Овцы почти все время болеют. Приходится забивать их раньше времени. Но и мясо никуда не годится. По хакасскому обычаю мы же кишки берем, то все. Кам все мы делаем же. Он заколол, говорит, а кишки черные, черные. Куда ее выбрасывать надо? По случаю сельского праздника оршановцы сегодня надели праздничные наряды. Хотя радоваться говорят они давно нечему. Всего в километре от села угольный разрез. Из-за него здесь повсюду угольная пыль. На листьях деревьев, на стенах домов, на траве, которую едят овцы и коровы. Овечки, да, колешь, да, внутри. Весь чернота. И корова, знаете, приходит. Вот это, как будто они крашеные. Лицо черное. Кроме угольной пыли из-за работы разреза село осталось без чистой воды. Единственный источник местной ручей загрязнен стоками с угольного предприятия. Все отходы от разреза сбрасывают в ручей Аршановка. Он, в свою очередь, впадает в реку Абакан, к слову, самую большую в республике. А питьевую воду из нее берут крупнейшие города региона. Абакан и Черногорск. Скважины не помогают. Экологи выяснили, что руководители разреза не организовали защиту грунтовых вод от загрязнений. В результате пастбище вокруг Аршанова постепенно приходит в негодность. Ветеринары все чаще диагностируют у коров лейкоз, болезнь, которой животные в этих краях не болели никогда. Паста скоро погибнут, потому что там земли, прилегающие к этим разрезам, деградируют. Не выполнено ни одно проектное решение по разделу охраны окружающей среды. Почему он до сих пор еще работает, мне непонятно. Местные жители не раз просили помощи у районных и региональных властей. В прошлом году по факту сброса отходов в реку Абакан Республиканский следственный комитет завел против руководителей разреза уголовное дело. Суд присудил им штраф в полмиллиона рублей. После чего угольщики пообещали построить на предприятии дополнительные системы очистки. В ближайшее время Министерство природных ресурсов Хакасии намерено проверить, выполнено ли это обещание. По каждому факту и по каждому случаю готовим тщательную проверку. Поэтому то, что касается гидрологической составляющей, атмосферы воздуха и так далее, мы сделаем сейчас запрос в Роспотребнадзор. Есть ли факты того, что были случаи заболевания животных раком и грязное мясо, черное мясо. Что это такое? Надо разобраться. Представители угольного разреза прокомментировать ситуацию в Аршаново отказались. По мнению экологов, если в ближайшее время экологическая обстановка вокруг села не изменится, аршановцы начнут уезжать из родных мест. Выжить без воды и в угольной пыли у них вряд ли получится. А кроме скотоводства, возможностей заработка в этих местах нет. Добыча угля открытым способом, то есть в разрезах, растет по всей стране последние 15 лет гораздо динамичнее, чем добыча в шахтах. По сравнению с 2000 годом, разрезы приносят угля уже на 100 миллионов тонн больше. В шахтах этот показатель вырос только на 13 миллионов.